Шалом, дорогие друзья! Последний в этом году наша встреча с вами. Вы знаете, я вчера, думаю, как и все, мы вчера кормили солдат на севере, прямо возле Цфата, у границы с Ливаном. Как говорил один мой друг, что это? Война, дети без горячей еды. Очень здорово было. И мы видели прямо над головой вот эти сотни ракет, как это все было. И, вы знаете, это опять-таки прямо перед ушами, это был голос Бога. Видно было, как сила моя и крепость руки добыли победу. Ведь на маленькую-маленькую пятнышко на земле падали сотни ракет. И погиб один палестинский араб, жалко, конечно, его, но это потрясающе совершенно вообще, как это было. Сейчас самое главное другое. Победа-то она будет, понятно. Но надо вспомнить тому, кто дарует эту победу, кто вывел из Египта, где вообще не было никакой силы и крепости, рук. И чтобы сейчас не говорили, моя крепость, да, еще раз, я подтверждаю, я видел солдат вчера, я участвовал вчера в очень интересном действии, видел, но это все понятно. Но если бы не тот, кто наверху, поэтому не силой своей, не мощью своей. Вот эта схватка Давида и Голиафа, она продолжается и сегодня. И надо понять, что надежда должна быть наверх. Пошли дальше. Наука, наука, настоящая наука может дать нам представление о настоящем значении праздника Рошашина. Принцип физики гласит, что каждое действие да, равно противодействию. Да, есть сила. И для каждой причины есть следствие. И вот Рошашина, это построено на таком примере, универсальный закон причины и следствия. Мы можем не знать всего того, что происходит, но когда мы ведем себя неправильно, презрительно, там, в грубой форме, вызываем на себя какие-то негативные силы, когда мы обманываем, когда мы гневаемся, лжом, воруем, оскорбляем, это негативная энергия, потихоньку, что материализуется. И каждый раз, когда мы теряем терпение, там, самообладание, начинается с тьмы подниматься немножко силы. Рошашина, это наша возможность противостоять, бороться со всеми этими негативными энергиями, завалами, которые мы создали своими неправильными действиями в течение года. Рошашина, это особое время, окно времени, подчиненное духовному циклу Вселенной. И оно устроено так, что последствия нашего небрежного поступка, нетерпимого поведения, обидные слова возвращаются к нам в оценочном виде наверху в эти дни. На суде мы предстаем, вот тут важно понять, перед последствиями наших собственных действий, а не перед Творцом. Творец, он стоит и наблюдает на суде за теми, кто приходит перед ним. Рошашина, это суд причины и следствия, это очень важно. Это как при эффект бумеранга. Каждое слово, которое мы говорим, каждое совершаемое действие, поступок, это разные бумеранги. И поэтому в Рошашана эти бумеранги возвращаются в нашу жизнь и положительные, и отрицательные. Более того, эффект бумеранга в Рошашана еще и вернется, если что-то... Не бывает такого, чтобы не вернулось. Так устроена жизнь, осознаем мы или нет. И когда мы совершаем это все, мы вот в этом космическом зеркале происходит отражение нашей энергии, негативное и позитивное. Поэтому просят в эти дни, пожалуйста, вот будет Рошашана сегодня вечером, вот это два дня, и потом шаббат, три дня, не гневаться, не ругаться, не все время улыбаться, растягивать все время. Кстати, чтобы я не забыл, очень важный, каббалисты говорят, что если у кого-то сохранился кусочек мацы, оставшийся от Пейсака, обязательно съешьте в эту трапезу маленький кусочек. Это величайшая защита, об этом говорят большие каббалисты. Основная тема Рошашана это что? День трубных... Малхиот. Признание Всевышнего царю. Вот это главное. Это признание влечет за собой что? Подчинение. Просто так сказать, да, Всевышний царь, я понимаю. Нет. Сядь и посмотри, где ты нарушал его законы и как ты этого делать больше не будешь. Это признание несет почтенение за собой, влечет, извините. Его власть и высшая. В результате у человека должно возникнуть то ощущение, что над ним существует сдерживающая какая-то сила. Он понимает, что не может делать то, что хочет, что в мире есть хозяин. Вот это вот главное чувство в Торе. И написано, я предоставляю вам выбор жизнь, добро, смерть или зло. Выбирай жизнь. Нам просит, Творец просит нас, что выбор жизни или смерти остается за нами. Поразительно, он царь, а выбор за человеком. Если мы провозглашаем Творца над царем, это не значит, что отныне обязанность решать все наши проблемы и сомнения будет переложена на него и все. Признание власти царя это понимание, что Творец желает нам добра. Это надо осознать, что все, что происходит к лучшему. Творец как бы говорит, думайте, анализируйте, развивайтесь, взрослеете, двигайтесь в моем мире вперед. Но по моим законам научитесь понимать, куда вы направляетесь и что делаете. Научитесь брать на себя ответственность за вашу жизнь. Вот с чем мы пришли к Рушашанам. Рушашана существует много соблазнов. Можно вложить все силы в процесс макания яблочков в мед. Можно бить себя в грудь или еще что-то. Но на самом деле главное, это не имеет никакого отношения к вашим реальным проблемам. Можно получить обратный эффект. Ибо, не беря на себя истинно ответственность за свои поступки, вы убегаете от нее. Поэтому нельзя быть поверхностным, говорят, в этот день. Постараться надо добиться перемен в период трепета, который наступает, настоящих перемен. И еще, в этот день в мире проявляется царь. Он вчера это сделал уже. Он показал себя. Еще покажет. Увидите сейчас великие чудеса. Главное на них настроиться и верить в них. Брахава от слаха. Хорошего приговора. Я вас всех люблю. Брахава от слаха.